в общем на часах у нас 19 39 сегодня 2 но 9 и я чувствую что завтра намечаются у меня очень и очень интересная движуха а все началось с того что я просто катался на пуки чем может конечно кто не знает у меня есть китайский пуки часа косарий хотя в нем всего 200 кубиков в принципе он меня полностью устраивает единственно что мне не устраивает это шлем в котором мне приходится эндурить так как новый интеграл я не хочу ушатывать а старый шлем на голове как ведро при этом без визора ездить невозможно визор мало того что потертый так еще и сразу же запотевает короче решил раз уж часто катаюсь подобрать себе хороший шлем выдумывать велосипед я не стал и купил так как мне советовал товарищ mt falcon так как тот вечно ушатывается на мотоцикле в лесу при этом остается с целой головой короче шлем надежный и безопасный а учитывая разнообразие расцветок можно подобрать абсолютно каждому но здесь я был не особо оригинален и просто взял белую раскраску шлем я покупал у ребят из moto prox так как это всегда огромный выбор четко подобранный размер быстрая доставка еще и скидка в 10 процентов по промокоду павлович на абсолютно любой шлем но круто же так что ссылки на потопрокс будет в описании а как шлем пришел сразу же решил поехать куда-нибудь его протестировать но в своей округе я уже все объездил поэтому начал искать места поинтереснее на google картах наткнулся на довольно таки интересное местечко фотографии которого я уже когда-то встречал в интернете и в принципе хотелось бы увидеть это место в живую загвоздка лишь в том что находится это место за 700 километров от дома на высоте в полторы тысячи метров над уровнем моря короче говоря карпатах но не только в этом была причина дело в том что я по своей жизни человек достаточно активный и есть у меня вот такой блокнот в этом блокноте записано то что я хотел бы хотя бы один раз своей жизни попробовать вот для примера есть вот такие списки и зачеркнуто то что красным зачеркнуто это я собственно говоря уже сделал ощутил на себе так сказать то что не зачеркнуто это то что мне еще предстоит сделать из того что зачеркнуто например сделать татуировку всегда хотел пожалуйста побывать нелегалом чернобыльской зоне отчуждения сделал вообще классная тема на всю жизнь воспоминания остались разогнаться в 200 километров в час на мотоцикле тоже сделал ощущение просто бомба даже банально переночевать в лесу зимой тоже ночевал в лесу зимой с палаткой мы были офигенно и собственно говоря в этом блокноте у меня есть желание поехать в горы на мотоцикле не зачеркнуто красным но как это мать твою делают адекватные люди готовятся заранее строить себе какой-нибудь маршрут и при этом на мотоциклах они туда не едут потому что например от нас до карпат более чем 600 километров и что они делают они берут бусик в бусик загружают мотоциклы едут ближе к горам там они снимают какую-то гостиницу разгружать свои мотоциклы потом едут себе катаются по горам спокойно до после того как они покатаются они приезжают загружают мотоциклы бусики едут спокойно себе домой но я же как обычно собираюсь в самый последний момент сейчас у нас 8 часов вечера маршрута по факту нету есть только конечно как бы то что я хотел бы увидеть там еду я туда на своем мать его китайском пукич это даже не полноценный эндурик это что-то между эндуриком и питбайком кстати вы еще спрашиваете меня по поводу вещей какие нужно брать вещи в дальняк и здесь бы я их разделил на несколько категорий это одежда снаряжение медицина и гигиена электроника инструменты и документы с деньгами но старайтесь брать как можно меньше вещей уж поверьте мне не первый раз я ну для себя уже давно понял что нужно брать вещей по минимуму даже здесь и уже слегка я вам скажу переборщил потому что кафров у меня на мотоцикле нету и весь основной груз я буду вести у себя на плечах поэтому ну реально вот совет вам не берите ничего лишнего теперь по поводу инструментов и запасных запчастей которые беру с собой в дальняк во первых это все будет упаковано вот в такую сумочку и размещено сзади на багажнике мотоцикла поэтому тянуть это все у себя на спине мне не придется касательно самого набора ну я сложил его исходя из своего опыта потому что я опять-таки не один раз застревал каких-то и мне приходилось ремонтировать мотоцикл поэтому может кому-то здесь покажется чего-то не хватает кому-то покажется здесь что-то лишнее но опять-таки это все исходя из моего опыта теперь касательно самого набора это набор для ремонта шин для проверки зарядки немножко масла собой моторного взял две новых свечи также у себя я нашел в закромах тросик для pz-30 карбюратора а у меня стоит там карбюратор pz-30 поэтому тоже пригодится естественно один запасной шланг зачем он мне нужен я думаю вы потом еще увидите стяжки свечной ключ холодная сварка конечно же проволока без нее вообще никуда набор ключей в основном не повторяющихся но при этом зная свой мотоцикл я понимаю какие ключи нужны и в каких комплектах так сказать пассатижи запасные болты чистой перчатки насос который я не знаю буду ли брать еще и головки для трещотки опять-таки может кому-то покажется что-то много но оценивая свои силы в ремонте мотоциклов поэтому я думаю лучше пусть будет чуть больше тем более что на спине мне его тащить не нужно чем я потом где-то в горах если доеду буду ремонтировать мотоцикл мне чего-то будет не хватать затянул все вот этими резинками плюс сверху накинул такую автомобильную сетку еще который у меня осталось с невы принципе выглядит довольно крепко и надежно ну а теперь домой буду собирать свой основной рюкзак и в принципе наверное буду ложиться спать ну что скорее всего придется встать завтра достаточно рано вот это рюкзачок получился ребят я честно даже не ожидал что будет реальных нужно килограмм двадцать короче у нас немножко планы меняются потому что я откровенно проспал я вчера пока это все собрался пока позаряжал всю технику пока у скреплением камеры намучился час сидел думал как мне сделать крепление на этот шлем ну короче пока сделал так не знаю сейчас может может еще переделаю и что хотел сказать планы немножко меняются потому что опять-таки час дня я всего сегодня уже никуда не доеду ну проехать нам 700 километров как бы поэтому сейчас еду через свое село да да немножко кружочек будет но я хочу остановиться в своем селе переночевать и уже самого утра оттуда ехать по факту где-то километров стоя уже в принципе сэкономлю и честно не знаю как с таким рюкзаком проехать 700 километров на пукич это будет тяжко но интересно ну-с погнали ну-с погнали ну-с погнали Та за шо? Это единственное, что я сказал в тот момент, когда во время полета у меня глюканул телефон, а дрон продолжил свое движение в сторону дерева. Поэтому я, так сказать, слегка не в настроении, доехал к себе в село и начал думать, что мне делать с дроном. Конечно, на видео кажется, что он вроде бы в нормальном состоянии, но по факту эпоксидкой пришлось клеить не только лопасти. Чтобы вы понимали, квадрокоптер нихрена не дешевый, поэтому мое настроение в тот момент, я думаю, вы можете себе представить. Тут, кстати, я бы дал небольшой совет для интересующихся. Если вы хотите дрон как игрушку, возьмите что-нибудь подешевле. Выбор в этом сегменте огромен, от слишком простых до вполне юзабельных, и здесь уже в зависимости от ваших аппетитов. По крайней мере, фильтранные каталоги вам в этом помогут. Но лучше брать за те деньги, которые вдруг чего вам не будет жалко. Поверьте с моего опыта, когда с дерева летит твоих 15 косарей, ну ни хрена не весело. Но, как ни крути, квадрокоптеры штука классная, а учитывая то, что у меня в детстве даже радиоуправляемой машинки не было, о которой я вообще мечтал, то сейчас это, конечно, детские мечты. Поэтому ссылки на дроны я оставлю в описании, главное не забывайте сортировать по цене, чтобы не переплачивать. Кстати, не только дрон пришлось мне немножко шаманить, я обнаружил, что у меня оторвалось металлическое крепление пластика, но здесь попроще, поэтому с помощью батиного шуруповерта и сверла я устранил этот косяк за 5 минут. Но и на этом моя полоса неудач не закончилась, и мало того, что я не выспался, так еще и в 4 часа утра меня ждал сюрприз. Капец. Выехал. Выехать мне удалось только через полтора часа, когда дождь немного прекратился, и хотя было мокро и прохладно, я рад был просто ехать. Но уже через некоторое время зл***чий дождь начался опять, и я полностью промок, что окончательно меня добило. Уже от безысходности остановился там на какой-то остановке, и в результате проторчал там около часа. Так, в общем, на часах у нас уже пол третьего дня. Небольшой такой промежуток времени прошел. Да, не обращайте внимания, что я немножко стрёмный, ну я по жизни такой, но здесь еще подшлемник попередавливал, все. Аж болит, аж лицо занемело. Короче, как вы понимаете, утром у меня не совсем задалось, больше я ничего не снимал, потому что в тот момент мне не то, что снимать не хотелось, мне жить там уже не хотелось, и реально были мысли уже просто вернуться обратно в село и под тепленькое одеялко лечь. Но, короче, суть в том, что я ждал, пока все-таки пройдет дождь. Остыл, было холодно, еще и утро, и опять-таки еще и промок. Короче, желаний никаких не было. Ждал, пока пройдет дождь, дождь не прекращается. Я уже давал от безысходности придумывать какие-то варианты. Зашел на прогноз погоды, там, где можно посмотреть, в какую сторону идут тучки. Посмотрел, что тучки идут на юг, а мне нужно, получается, на запад. И, ну, если бы я ждал, пока прекратится дождь, то я бы долго ждал. И реально, я думаю, ладно, буду ехать. Поехал под дождем и буквально проехал, наверное, километров 10, и дождь прекратился. Вот мало того, что прекратился дождь. Я дальше ехал, там уже и асфальт был сухой, то есть там, в принципе, его не было. Так что, хорошо, что я к этому пришел, потому что я бы долго там ждал, пока он пройдет. Ну и, собственно, ехал промокший, мерз, очень сильно мерз, ехал потихоньку. И пока, вот, пока, пока солнышко не вышло, хотя сейчас тоже, на самом деле, немножко прохладно, пока не вышло солнышко, я уже ехал, обсох, уже вставил наушнички, уже с музычкой под солнышко, ехал и уже кайфовал. Вот здесь уже все было нормально. На данный момент я проехал около, там, 400, 450 километров где-то, и осталось мне, мать его, аж 250. Единственное, что бесит то, что, ну, реально, буквально каждые 100 километров я уже ищу заправку. Ну, по факту, там, может, 150 можно проехать на полном баке. Бак у него 6 литров, а Хава это около 4, ну, там, до 4 литров. Крейсерская скорость, вот я сюда старый телефон повесил с навигатором, крейсерская скорость у меня 85-90, так что, в принципе, как для Пукича неплохо, потому что все, что дальше, уже ветром сносит. Он легенький все-таки. Жопа нормально. По поводу рюкзака здесь тоже вообще без проблем. Если можете, кстати, тоже взять на заметку, если хотите куда-то ехать без кофров с рюкзаком, лучше купите вот такой большой рюкзак туристический, который практически ниже поясницы. Я как делаю? Я немножко ослабил лямки, и у меня рюкзак, в принципе, просто стоит, и на спине он держится чисто, ну, чтобы держать равновесие. Поэтому, касательно того, что болит спина, нет, не болит, потому что рюкзак, по факту, просто стоит на сидении. Хочу что-то перекусить горяченького, и буду ехать дальше, потому что все-таки сейчас уже весна, темнеет раньше, а с погодой... Я надеюсь, дальше будет все нормально с погодой, потому что сегодня она мне конкретно поднасралась. Так, отлично, покушал, напился, и можно ехать дальше. Какая красота здесь. Так, короче, попал в небольшую пробку в Каменец-Подольском. Если кто-то, кстати, помнит Жигулета, именно в Каменец-Подольском я как раз ремонтировал Жигуль прямо под магазином. Ну, конечно, ремонтировал это громко сказано, но тогда, на тот момент, я не знал точно, в чем ли причина. У меня было подозрение на щетки, и все-таки это оказалось, что это щетки. Починил, так сказать. А сейчас вот стою в пробке. Так, ребят, короче, какой расклад. Ну, собственно, в Карпаты я попал, я думаю. По пейзажам это видно. Я сейчас уже развернулся. Ситуация в том, что уже 7 часов, и туда, куда я хотел доехать, я просто-напросто не успеваю. Навигатор показывает, что туда ехать еще 3 часа, я так понимаю, это там из-за того, что дорога плохая. И очень и очень сильно похолодало. И я вот теперь не знаю, что делать, потому что там дальше дорога идет непонятная, ни гостиниц, ничего там нету. А вот только что я проезжал небольшой городок, и там что-то найти интересное больше шансов, чем где-то в глуши. Поэтому не знаю, я думал, все-таки доеду, но, по-моему, я не успеваю. И очень адски устал. На самом деле в Карпатские горы я еще не заехал, а оказался только у подножья горного хребта, и проехал на тот момент почти 700 километров. Но все было бы намного лучше, если бы я утром не намок. Правда, я потерял еще где-то час времени, катаясь по городу Черновцы. Уж больно понравился мне этот город. Еще трап был в том, что я потерял файл с тем, как я искал место ночлега, при этом очень удачно заселился в первое попавшееся место, с очень хорошими условиями и очень низкой ценой. А еще очень и очень хорошо, что я не решил ехать дальше, непосредственно в горы, так как навигатор не зря показывал, что 80 километров я проеду аж за 3 часа. В общем, завтра мне это только предстоит, едем непосредственно в горы, но это будет уже в следующем видео моего спонтанного тура на китайском Пукич.